Привет, мои хорошие! Рада видеть вас на своем канале. Я надеюсь, что вы уже все подписались, чтобы не пропускать самые свежие и актуальные новости. В этом видео я хочу поговорить про самые частые заблуждения и мифы, которые мешают вам похудеть. Особенно сейчас, в преддверии летнего сезона, это достаточно актуально, потому что многие девочки, девушки, женщины сразу вспоминают о том, что они хотели скинуть вес и не похудели. Сейчас многие начинают раздеваться и уже задумываются о том, как же быстро похудеть. Итак, давайте с вами разберем те самые заблуждения, которые мешают вам похудеть. И в первую очередь, конечно же, очень часто многие девушки думают о том, что чтобы скинуть вес, нужно считать калории. Так вот, друзья мои, это далеко не так. Если вы ориентируетесь в нутриентах, если вы понимаете, где у вас в продуктах питание белки, где жиры, где углеводы, не обязательно считать калории. Лично я в своей практике никогда не заставляю пациентов при коррекции веса считать калории. Мне самое главное, чтобы у вас было осознанное питание, чтобы человек понимал, что у него в тарелке и что он ест. Также очень частый миф, который мешает вам худеть, связан с частотой и с дробностью приемов пищи. Многие люди считают, что чтобы скинуть вес, надо часто дробно питаться. Но на самом деле это далеко не так. Частое дробное питание, особенно лицам с высоким уровнем инсулина, не рекомендуется. Поэтому я в контексте снижения веса всегда рекомендую 2-х, максимум 3-х разовое питание без перекусов. И это такой очень важный аргумент. Многие также люди считают, что чтобы похудеть, обязательно нужно есть какие-то дорогие диетические продукты. Но, друзья мои, это опять же большое заблуждение. На самом деле важна не дороговизна продукта, а важно качество пищевого продукта. То есть важно то, что вы едите. И на самом деле можно выстроить хороший здоровый рацион из обычных повседневных продуктов. Главное просто делать это правильно и с умом. Точно так же очень многие люди верят в такой миф, что для того, чтобы похудеть, надо очень много ходить и тренироваться в зале. На самом деле физическая активность это, конечно же, хорошо, но опять же умирать в спортзале не обязательно для того, чтобы скинуть вес. Многие думают о том, что просто коррекция питания, просто сев на диету, можно похудеть. На самом деле это тоже очень частый миф. И я к коррекции лишнего веса подхожу всегда комплексно, как врач. То есть если есть у человека лишний вес ожирения, это говорит о том, что есть причины определенные, которые мешают человеку худеть. Поэтому мне всегда, как врачу, важно найти эти причины и устранить их. И, собственно говоря, поэтому я всегда в коррекции веса работаю в комплексе. То есть мы ищем причины лишнего веса, мы их устраняем. И параллельно, конечно же, мы работаем с питанием, с физической активностью, приводим в порядок ваш режим и образ жизни. И также еще один очень частый миф, это то, что нельзя есть после 18. Если хочешь похудеть, не ешь после 18 и так далее. Ну, на самом деле, конечно же, я не рекомендую наедаться на ночь. Опять же, если вы поужинаете позже, там, в 19 или в 20, тоже ничего страшного в этом нет. Главное, что вы питаетесь правильно и сбалансированно. Для тех, кто хочет вообще разобраться в том, а как же правильно скорректировать вес, я приглашаю в свой телеграм-канал. У меня всегда там очень много полезной информации, в том числе про коррекцию веса. Для того, чтобы попасть в мой канал, переходите по ссылочке под этим видео. А я желаю всем огромного здоровья, берегите себя и до новых встреч!